Прошла ночь, и мы достаем нашего испытуемого. Вот так выглядят замороженные 30 тысяч рублей. Ну давайте, в вашей ставке она будет работать? Она жизнеспособна? Или мы убили скалу? Достав скалу из морозилки, у нас есть маленький момент, как ее включить. Кнопки-то тоже недоступные. Сейчас мы будем ковыряться где-то вот здесь, чтобы ее включить. Потом проковыряемся вот здесь, чтобы синхронизироваться с телефоном. И поставить через нее музыку. И впереди будет еще вас ждать сюрприз. Поговаривают, что если заморозить скалу и оставить вот так во льдах, то она может встретить новое тысячелетие. Она даже включилась. Она уже включилась? Вы это видите? Ааа, класс! А, кстати, она еще почему-то подключается. А, кстати, я знаю, почему она даже подключается. Провод с собой. Сейчас мы вернемся к вам через одну минуту. Значит так, что мы здесь видим? Замороженная скала. Включенная. Мы ее не заряжали. Вот. Достанем с коробки, мы покажем блок зарядки. Здесь, как видите, она в борьбу. То есть мы ее не заряжали со вчера. Бросили как есть. И вниз только вывели провода, чтобы все-таки не получилось. Мы подключили это дело через провод. Вот у нас замечательная колоночка. И играем музыку с телефончиком. Присылайте свои варианты того, что еще сделать с этой гарнитурой. И какие еще злобные тесты ей устроить. Ну, да, конечно, любая техника на морозе теряет импульс батареи и стало здесь не исключение. Ну, она всю ночь пролежала во льду. Всю ночь. Теренными машинами Коснодар отдельно чуть позже. Ростов виден сейчас. Я бы это была решать, как мы здесь продолжаться. Хорошо. Все, давай, спасибо. Давай. Спасибо. Андрею, у меня к вам вопрос. Почему вы говорите так дома? У вас точно все хорошо? Вы ничего не хотите нам сказать? Даешь больше экшена! Как заставить скалу заряжаться, если она во льду? Бурением! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok